Житель Непала Рамбахадур Банджон прославился в 2005 году как мальчик Будда. Тогда ему было 15 лет, по другим сведениям 17, и однажды жители деревни обнаружили его сидящим и медитирующим под деревом Будды. Верующие начали стекаться в эту деревню, чтобы своими глазами увидеть реинкарнацию Будды Гаутамы, а потом про медитирующего день за день без перерыва на еду и сон симпатичного подростка стали писать и мировые СМИ. Несмотря на большое внимание прессы и личных сведений об этом парне было выяснено очень мало. Кто-то сообщил, что его настоящее имя Палдин Дорджи и он прибыл из деревни Ротанапури. Армия поклонников Банджона множилась в геометрической прогрессии. О нем слагали легенда, что он якобы в 2005 году промедитировал 9 месяцев без остановки. Также его напрямую называли Буддой, что он отрицал, у меня нет энергии Будды, передайте это людям, я лишь на уровне Ринпочи, популярный тибетский лама. В 2006 году мальчик Будда внезапно куда-то пропал, а в последующие годы он то появлялся на людях, снова медитируя или читая мантры или снова пропадал. Дурная слава вокруг него начала появляться с 2010 года. Сначала он напал на 17 местных жителей, поколотив их и обвинив в том, что они нарушили его медитацию, а в 2012 году полиция высвободила из лагеря поклонников Банджона жительницу Словакии, которую там держали насильно и избивали. В сентябре 2018 года Банджона обвинили в изнасиловании 18-летней монахини, причем это насилие он проделывал над ней якобы в течение двух лет. А буквально несколько дней назад мировые СМИ сообщили, что полиция расследует загадочную пропажу семьи из четырех человек, которая входила в группу его верующих поклонников и постоянно проживала в его ашраме, деревне отшельников. После этих обвинений 28-летний мальчик Будда внезапно куда-то снова пропал и полиция не смогла выйти на его след. По словам местных источников, из-за шрама Банджона регулярно приходят сведения о творящемся там насилии и беззаконии, в том числе сексуальном насилии. Все это напоминает уже не просто группу поклонников, но организованную секту. Субтитры создавал DimaTorzok